Скоро в школу. Май. Время подводить итоги в подготовительных группах дошкольных учреждений. Их воспитанники смотрят на младшие группы свысока и торопятся перейти на новую ступень своей жизни. Затем, как повзрослевшие дети стремятся к новому, с легкой грустью наблюдают их воспитатели. За что им благодарны будущие школьники, интересовалась Надежда Печоркина. У нас сегодня, ребята, на обед салат «Волшебное зернышко». Суп фасолевый и печенка запеченная у нас с рисом. Очень полезная печеночка, ребят, надо есть печенку. И компот из свежемороженной ягоды, из глюквы. Хлеб пшеничный, хлеб пшаной. Приятного всем аппетита! Спасибо! В этом старательном проговаривании множество обучающих моментов. Тут и краткая лекция о здоровом питании, и быстрый разбор салата на компоненты. Здесь крупа, а здесь овощи. Для воспитателя эти ежедневные повторы не в тягость. Алтынай Канглиева определилась с профессией еще в детстве. И о своем выборе ни разу не пожалела. Правда, приходится сильно грустеть, когда очередной выпуск, помахав на прощание, отправляется в школу. Для меня это очень. Я прямо три года с ними, с детками нашими. И настолько я прямо их полюбила. В отпуск как-то уезжают не так было. А вот сейчас знаю, что они уезжают, и я их больше на следующий год не увижу. Это для меня очень больно. Есть у нас теперь, смотрите, танк. Есть у нас с вами военный самолет. Их танчики сделаны своими руками из того, чему без уроков рукоделия была прямая дорога в мусорное ведро. Будущие школьники с удовольствием подсчитывают хорошие качества, которые получили от своих воспитателей. Я научилась быть послушной и еще делать всякие формы из бумаги. Они добрые, хорошие, милые. Люблю, что они иногда хвалят. Они что-то делают хорошие. Очень любят проводить занятия с нами. Еще дают нам книжки читать. Немножко дают время играть. Потом опять занятия. Мне это вот все нравится, когда вот все занятия бывают. Мне это нравится очень-очень прям, когда воспитатель говорит, что все нам новое. Они вряд ли вспомнят все, чему научились за эти годы, потому что многие занятия проходили в удобной для маленького почемучки игровой форме. Родители своих детях замечают немало положительных изменений, которыми те обязаны своим вторым мамам. И пожалеет. И где-то поругает. Очень корректно объяснив, что можно, что нельзя. Знания дает. Внимание огромное уделяет. По земле у нас идет солдат, правильно? И лодки, которые мы с вами сами делаем. А давай сейчас будет сухопутная лоска. Это вот и есть, это же суша. Вот так в строительстве макета они закрепили военно-патриотическую тему, ключевую для этой недели. Немного дней остается у них для общения. Впереди отпуск родителей, а дальше школа. Мы рады, что они, конечно, выросли, что мы много что-то им дали, знаний. Сложно в том, что мы придем на следующий учебный год после отпуска, и мы их уже не увидим. В легкой грусти о судьбе педагогов, которые готовятся встречать новых малышей, а потом будут провожать их, когда те вырастут, они укладывают спать детей. А те ждут, не дождутся школьных занятий. Жизнь идет своим чередом. Надежда Печеркина, Егор Тимошенко, Служба новостей, «Импульс». Продолжение следует...